Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як он взялся великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник второй седмицы Великого Поста, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения. В этот день отрывок из пророка Исаии, глава 5, стихи 7 по 16. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев и мужа Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. «Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые без жителей. Десять участков в винограднике дадут один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра и гусли, тимпан и свирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они невзирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и велиможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждаю. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святой явит святость свою в правде. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами обращаем свой взор вновь и вновь на книгу пророка Исаии, глава 5, стихи с 7 по 16. И здесь вновь мы встречаемся с хрестоматийным примером ближневосточной пророческой литературы. Это так называемое горе. Очень важно, на самом деле, нам знакомиться с текстом пророчества, потому что он позволяет нам в дальнейшем четче и лучше воспринимать евангельский текст, потому что сам Господь наш Иисус Христос, Евангелие от Матфея, прибегает, например, к этой теме и к этому жанру пророческого текста горе. Он произносит это горе Иерусалиму. И также автор откровений Иоанна Богослова, то есть апостол и евангелист Иоанн Богослов, он тоже прибегает довольно-то часто в апокалипсисе к ветхозаветным текстам. К текстам, цитатам и к жанрам. К жанрам пророчества, потому что такое горе тоже звучит в апокалипсисе. Мы это встречаем, поэтому мы не сможем проследить и увидеть вот эту внутреннюю генетическую связь библейских текстов, если не будем какие-то из них просто-напросто знать и читать. И вот сегодня мы с вами читаем с 8 по 16 стих, даже по 22 стих 5 главы, но мы читаем только до 16, идет вот этот жанр горе. Горе – это такой пророческий жанр. Итак, завершается притча о винограднике, растолковывается она в 7 стихе, а в 8 звучит «Горе вам, прибавляющий дом к дому, присоединяющий поле к полю, так, что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». Здесь смотрите, что в чем интересно. Не порицается как таковое умножение своих богатств. Здесь порицается умножение за счет других. Когда ты умножаешь свое богатство, скажем так, вставая на плечи ближнему, за его счет, не за счет своего личного труда, своей личной ответственности, а за счет как раз-таки вот такой бездумной, пошлой спекуляции, что называется, деньги, как говорится, из воздуха, ты крадешь у ближнего его кусок хлеба. Не порицается умножение и, скажем так, экономический рост, когда ты построил завод, если говорить современными мерками, построил завод, обеспечил людей рабочими местами, строишь еще новый завод. И еще большее количество людей обеспечиваешь рабочими местами, возможностью заработка, и сам приращаешь к себе свой капитал. Но порицается, если ты построил завод и, скажем так, платишь за труд своим сотрудникам, совершенные гроши, тем самым за счет их, отнимая у них их кусок хлеба, превращаешь свой капитал, да, то есть не даешь развиваться другим людям и так далее. Вот что порисает сегодня пророк Исаия. Вот такое пошлое потребление и потребительское отношение к ближнему. «Как будто вы одни поселены на земле. В уши, мои, сказал Господь Савов, многочисленные дома, эти будут пусты, большие, красивые, без жителей. Десять участков виноградники дадут один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу». Или хомер, да. Значит, что такое хомер и ефа? Это измерение величины сыпучих различных веществ, таких как крупа, например, какая-нибудь, зерно, да, это сыпучее такое вещество. И один хомер – это 390 литров, а одна ефа – это 39 литров, да, то есть десятая часть от хомера. То есть мы 390 литров сыпучего зерна посеем, но с него мы получим только десятую часть, то есть 39 литров. Соответственно, здесь говорится о том, что все наши попытки как-то экономического роста будут притуплены Господом, сокращены Господом из-за нашей ненасытности. И самое главное – из-за нашего нежелания трудиться самим, а эксплуатировать другого человека, ближнего. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, до позднего вечера разгорячают себя вином. Дальше идет речь, здесь мы говорили об таких, знаете, таком пошлом эксплуататорстве, да, потому что в любом случае есть, скажем так, человек, у которого есть капитал, он его пускает на дело и дает возможность зарабатывать другим людям. Это одно. Другое, когда человек пользуется капиталом несправедливо и не дает возможности людям развиваться, другим людям, а просто, так сказать, рабски эксплуатирует труд человеческий. Далее, это один вид, это один вид такого, знаете, потребительского отношения. Другой вид – это вид греха, который есть в человеке, это праздность. Это праздность и нежелание сквозь эту праздность увидеть действие Божие и присутствие Божие. Это люди, которые стремятся к вечному празднику, к вечному увеселению, и ничего, кроме праздного гедонизма, пошлого гедонизма, удовлетворения, так сказать, первичных потребностей, не видят. Не видят никакого духовного смысла и духовного роста человеческого, у которых цитры и гусли, тимпаны, свирель и вино на пиршествах их. То есть все, пожалуйста, это и различные, скажем так, увеселения, различные вечные праздники, без желания увидеть, что же Господь от нас хочет. А на дела Господа они невзирают, и одеяние рук его не помышляет. Что же ждет за это? Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, или, может, его будут голодать. Здесь дальше говорится о том, что все то, что так привлекало этих людей, оно вмиг исчезнет и вспомнит о Господе, но будет поздно. Они сейчас его не замечают, также Господь не заметит их страдания, когда отнимется от них вся их мнимая слава. Господь с его превознесется в суде, и Бог святой явит святость свою в правде. Бог свят, и святость его заключается в его трансцендентности, то есть запредельности человеку. Он недосягаем для человека. Но правда Божия открывается в характере этических отношений между Богом и человеком. Вот эти этические отношения — это его святость. Бог вознаграждает добрых и карает злых людей. И это произойдет в час его, Божьего суда. И никто не сможет на этот суд повлиять. Никто. Все в руках Божьих, и мы с вами, дорогие братья и сестры. Поэтому Церковь напоминает нам об этом, напоминает нам о том, что не нужно, скажем так, поедать ближнего своего, не нужно пребывать в праздности, но думать о Божьем и идти путем Господним. Поэтому Церковь сегодня нас благословляет, Церковь на сегодня призывает к покаянию, и напоминает, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда мы читаем Писание, Бог обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як он взялся великолепие Твое при и выше небес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok